всем доброе утро я разогреваю пирожки это машине вообще не получаются просто нереально вкусные так или сейчас хочу почистить рыбу чтобы ее потом зажарить залью ее лимоном специями вот она так будет немного мариноваться вот и пока мы будем гулять общались погуляю же как обычно и вот такие вот у нас такие планы на утро а потом приду просто ее вообще не люблю рыбу чистить кто ее любит чистить никто наверно что-то такая конечно никуда не денешься рыбку то хочется ладно буду руки мазать сейчас встретимся вышла на улицу прогуляться с чарли я сейчас по полям пойдем у нас очень сильный ветер погода такая я ненавижу ветер просто прям вообще еще здесь такие ветра как в самолете сидишь потом пойду хочу пойти в русские зайти что-нибудь к чаю вкусненького купить она как раз сегодня работает русский магазин на улице никого но такую погоду испанцы любят хорошую погоду а в такую погоду они не ходят не гуляют скажем так так что я может быть одному полям ходить на голове непонятно что от того от ветра еще я в капюшоне шла в общем волосы все дыбом стоят благо что здесь всем наплевать как ты в чем ты шо у тебя на голове любит травку зеленую в общем я иду сейчас в русский совсем недалеко тут вот у нас плаца мама есть и туда прям за эту плацу маму заходишь и там я уже знаете уже такая в голове хочу хочу например сало кусок хочу мужа покормить как это чтобы он попробовал нашу салом вчера привез аву это разновидность такая фасоль она сырой есть и вот ее нужно есть либо с бакалау сушеным с треской либо вот что-то такое чтоб солененькое было сало вот они покупают еще и берегу тоже очень вкусно и вот и потом хочу еще чернослив шоколаде в прошлый раз брала какие-то конфеты очень мне понравились к чаю тоже и семечки прям душа горит я вообще семечка семечки man наркоман по семечкам в общем но стараюсь как можно меньше игры потому что здесь зубы исчезываются вот но прям вот вчерашнего дня мне прям загорелась я еще увидел у нее там есть от мартина я их обожаю так что пойду сейчас тоже приобрету ветер вообще ужас уносит я уже пришла домой сейчас буду жарить рыбу смотрите я однажды в алькан пузырь о литл забежала хотела купить картошку замороженную уже готовы знаете жарить а купила батар как бы вам показать потому что дырка сладкая картошка она нереально вкусная в общем даже ни капельки не жалею что я ее приобрела вот поэтому будет немного батата я еще салат на свеклой нарезала нарезала натерла со сметкой ой кстати в русском а где купила семечки 2,95 немножко конфеток это курагай чернослив шоколаде в минуточку будем рыбку жарить если бы и слезы мои были водой ты бы напоила ими целый мир или как что-то песня классная зашла в русский а там столько у нее людей девчонки русские представляете ну я их почти всем знаю двое из них мои девочки они ходят по мне на стрижку прикольненько так девчонки и мальчишки а также их родители я сегодня решила пожарить рыбку если бы и слезы мои были водой я бы напоила ими целыми как в томпе это первая доза есть вторая так продолжаем хотя уже надо ее переворачивать в общем сейчас все будет гудеть сейчас включу рыбку пожалуй продолжаем дальше купила сметану вот такую сейчас кстати попробую и сравню но это не такая жирная как там который я в алькампу беру который мне ну очень нравится ну наверно ну и к лучшему и дешевле на рубль алькамповская лучше это больше даже на йогурт похоже из алькампу намного вкуснее она нежная такая знаете нежнятина вот прям как то очень вкуснее но это тоже не совсем русская знаете это же тоже непонятно откуда где-то наверное написано откуда она ну может быть литва или сейчас подождите не знаю откуда она ну совсем не русская ну у меня закончилась сметана поэтому как бы мне все равно нужно взяла попробовать взяла вот такой чай greenfield с клубникой это рейбуш попробую ну тут опять этот хирискус чтобы он был неладный ну и будем надеяться что его не так много потому что во всех чаях вот таких красных он присутствует кстати надо сейчас чаем заварить посмотрим отрываем наверное есть как-то получше открывать не пойму как пахнет точнее никак потом попробую и взяла вот такую пастилу обожаю всякие пастилы зефиры что это так вкусно сейчас попробую тоже люблю все сразу пробовать хочу откладывать не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня вкусно 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 вот такие покупочки отдала 12.20 2.20 должна осталась ну ничего страшного та 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 рыбка обожаю вот такую рыбку хамса наверное да свеженькая и горячая поджарилась в общем друзья товарищи пошла я употреблять очень удобно очень удобная штука шайтан машин скажу вам немного ботата смотрите немного салатика и рыбка. Всем приятного аппетита. Я вообще люблю очень салаты свеклы. Здесь без майонеза, на сметане. Всем приятного аппетита. Не могу с вами не поделиться вот такой красотой. Это килька. Ой, что у меня на голове? Пойдемте посмотрим. Вот я на диване лежала. Как всегда, все дыбом. Ветер на улице, конечно, на улице. Так как-то. В общем, я ее почистила, уже попробовала, она просолилась. Классно просолилась. В общем, Добавила, почистила ее, добавила лук, укроп, маслица с запахом и немного этого. И немного, а что я вас ношу-то? Я вот сейчас вас опять поставлю сюда. И немного, что немного-то, господи, этого уксуса. Вообще, знаете, не понимаю девочек, которые, ой, я так скучаю там, я не знаю, по гречке, например. А что по ней скучать? Иди докупи. Вот, в испанских магазинах ее нету. Так сходи в русский. В чем проблема? Вообще не вижу проблем. Русские магазины у нас почти в каждом городе. А даже если не в каждом городе, то вот у нас не было. В 20 километрах от нас. Гречку мне пакета на целый год хватает. Все на машинах ездят. Поэтому вот это вот. О, мне так не хватает этого, мне так не хватает этого. Почему не хватает? Килька. Вот сегодня девчонки, кстати, в русский магазин зашли. Кристин, килька есть. Она, нет, все раскупили. Я говорю, а я сама насолила. Такая шикарная. Вот, возиться с ней. Ну да, возиться не хочется. Как бы кому-то. Мне-то без разницы. Но она такая шикардосная. Поэтому я не понимаю. О, а что я тут скепетила? Тут воды-то нет. Сейчас все есть в доступе. Тем более в испанских магазинах почти все есть. Поэтому вот это вот нытье, что там я там так скучаю. Вы знаете, я уже не скучаю не за продуктами какими-то, а просто действительно уже, знаете, от жира бесимся, что уже не знаешь, что бы в себя это, за это запихать. Уже не знаешь, что бы пожрать. И все. Только вот от этого. А не от того, что там что-то скучает. Или, знаете, ностальгия какая-нибудь. Вспомнить о прошлом, о своем детстве. Там, например, там каша манная вот у меня ассоциируется с детством. Да, не у меня. Я обожаю кашу. И вот там, чтобы вспомнить эти прекрасные воспоминания, мы варим эту кашу манную и едим. Но это не потому, что там что-то там вот, а потому, что чтобы вернуться в те времена, чтобы вот побыть. Ведь с родителями, вот мы когда себя больше и лучше, и счастливее себя чувствовали, когда вот я по себе говорю, когда я жила, например, с бабушкой, там с дедушкой, мне было лет 10, я себя так замечательно чувствовала. Знаете почему? Потому что у меня вообще не было никаких обязательств, не было никаких проблем. Я не думала там, что на хлебе насущим, я не думала, что у меня какие-то проблемы будут. Я знала, что у меня есть какая-то проблема даже и будет, помимо двойки, то у меня все эти проблемы решит моя бабушка там или дедушка. Поэтому... И вот мы скучаем по тем временам, потому что там было беззаботное детство, там было... Мы были под защитой. Вот. И поэтому мы скучаем не потому, что там мы живем в другой стране, потому что мы там не знаю что, не знаю как, да. Вот в моем случае это не поэтому, а просто я скучаю по тем временам, вот, но уже бабушку не вернуть, дедушку тоже как бы, и поэтому надо жить вперед. Я вообще, знаете, думала, что если умрет моя бабушка, то я этого не переживу, потому что я останусь совсем одна, у меня уже никого не будет. Нет, просто, знаете, это как, я знала, что у меня просто, как вот, я жила, жила, знала, что будут проблемы или еще что-то, я всегда смогу вернуться, как говорится, в отчий дом, где меня накормят, напоят, и у меня будет как бы кровь, да. И я всегда, так потом, я думала, если у меня бабушка умрет, то все, этого крова просто не будет, и я останусь беззащитной. Вот и все, как бы, ну, не зря же говорят, когда умирают близкие, мы плачем не по близким, а по самим себя, потому что мы эгоисты и думаем лишь о себе, как мы будем вот без этих родственников, как вот, ну, это на самом деле, задумайтесь, если вообще поглубже, поглубже, это на самом деле, когда плачем, мы думаем, а на кого что-то, даже вот раньше, когда вот хранили кого-то, какая тема, да, ну, все-таки, когда хранили кого-то, вот там бабушки оплакивали, и они все время были, ай, на кого же ты меня оставил, да как же я тебя, без тебя буду жить, то есть, я как буду без тебя жить, и на кого ты меня оставил, они тоже там, как же там, вот, ты бы жил и жил, ну, вы меня поняли, да. Не забывайте подписаться, и будем философствовать с вами много, много дней, да, и поставить лайки тоже. Жми на колум, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Кильку чистила, нафиг вся замерзла, поэтому заварила себе чай. Вот такие вот у меня размешения, представляете, но это действительно так. И вот, когда умерла бабушка, то все, как говорится, мир рухнул, осталась я на того, что меня покинуло. Ну, человек такое существо, что привыкает ко всему, вот, ко всему. И к этому привыкли. Потому что никакой муж, никакая семья, никакой брат, как бы не даст тебе такую защиту, какую давали родители. Потому что, как бы, знаете, браки, там, они, муж сегодня есть, завтра его нету. Как бы ты там не смотри, там, о, до 100 лет доживем, дай бог, дай бог, чтобы до 100 лет дожить. Но случаи бывают разными, бывает, что и не доживают. Разводятся раньше. У родственников, у них свои семьи, и Дмитрий, ты кому нужен, правильно? Только родителям. Так что цените родителей, у кого они есть. Не ругайтесь. Потому что лишь они вас любят по-настоящему. Да. Вот такой вот философский. А начиналось-то все с кильки соленой. Я опять на кухне, только для того, чтобы с вами попрощаться. Съела клубничку, одна свалилась. Потому что я пошла в душик. И все. И всем до завтра. И спокойной ночи. Или доброго дня. В общем, до двух суток. Пока-пока.